Если человеческая жизнь – это книга, то в случае Якова Асберга – это книга о герое. С первых страниц на нас смотрит бравый красноармеец, сапер пехотного полка, освобождавший Украину и Европу. Но большая часть страниц биографии коренного сибиряка посвящена Ставрополью. Именно здесь Яков Георгиевич решил остаться навсегда в самом начале трудовой карьеры. Да так в тайге медведи, рыси, там родня, больше нет. Ехать не к кому-нибудь. Разве опять под кедровый пенёк? Ну так и остался. И остался навсегда. Я влюбился в этот край, этот благодатный край. Я всю жизнь прожил в тайге. И, наконец, на свободу куда-то, на равнины, в горам опять. В свои 96 Яков Георгиевич в отличной форме. Он художник, поэт, общественный деятель, а теперь обладатель медали «За заслуги перед Ставропольским краем». Награду ему вручили губернатор Владимир Владимиров и председатель Думы региона Геннадий Ягубов. Для фотографий на память награждённые на несколько секунд приспускают маску. Без профилактики сейчас не обойтись. При этом губернатор подчеркнул, не проводить торжественную церемонию из-за эпид-ситуации организаторы просто не могли. Тот вклад в эту память, который вы внесли люди, которые сегодня получат государственные награды Российской Федерации, Ставропольского края, он неоценим. И поэтому никакие угрозы, связанные с пандемией, не могут отменить это мероприятие. И нельзя чураться чем-то, чтобы пожать руку людям, которые делают нашу жизнь лучше и лучше. Лучшие ставропольцы прямо сейчас получают награды в этом зале. Все это люди разной судьбы, биографии, профессии, но объединяет их одно. Все они своим трудом заслужили уважение земляков и внесли важный вклад в то, как развивался Ставропольский край и в то, каким он стал сегодня. Александр Александрович из Кировского округа свой вклад вносит за рулём автогрейдера. Вот уже 28 лет он делает так, чтобы в крае было всё ровно, по крайней мере на дорогах. Позади километры от ремонтированного полотна, сотни тонн ложного асфальта, тысячи исчезнувших выбоин и ям. Это работа, где нельзя уйти на удалёнку. Так что в этом году новый обладатель ордена за заслуги перед Отечеством второй степени трудился особенно усердно. Губернатор вызвал всех на работу, сказал, вам зелёный свет, потому что дороги ждать вас не будут в страну. Надо их, потому что работы очень много, надо всё успеть. Ну, мы практически успеваем. У нас осталось до конца ноября, и, наверное, все дороги мы в этом году по плану губернатора сдаём. Новые звания получили не только отдельные ставропольцы, но и целые населённые пункты. Село Богдановка и хутор Сунжинский теперь официально именуются рубежами воинской доблести, а село Очикулак – населённым пунктом воинской доблести. Была проведена очень большая работа, и поисковая, и военно-патриотическая. Работали наши историки, краеведы. В боях под селом Очикулак погибло очень много наших граждан, наших товарищей. Более пяти тысяч, по самым скромным подсчётам, человек полегло. Шли ожесточённые бои, и, как считают историки, что это был один из важных рубежей в битве за Кавказ. Мы остановили фашистов. Всего награды получили 25 жителей региона – врачи, строители, дорожники, учёные и культурные работники. После церемонии они разъехались по своим территориям. Медали и грамоты наверняка займут почётное место в их домах и квартирах, как сами они заняли почётное место в прошлом и настоящем Ставрополье.